Алло. Алло, здравствуйте, Владимир. Добрый день. Это Николай Абрамов, финансовый эксперт. Владимир, касательно вашей регистрации, звоним по поводу дополнительного дохода. Я вас поздравляю, ваша регистрация успешно. Как дела вообще? Да нормально. Нормально, прекрасно, Владимир. Давайте так, я рад, что хотите с нами зарабатывать. Сейчас задам вам несколько вопросов и сразу перейдем к сути. Договорились? Да. Хорошо, Владимир, скажите, ранее пробовали себя в сфере инвестиций? Нет, не пробовал. Не пробовали. А сколько вам лет, что не пробовали? 30. А, 30 лет. То есть за 30 лет ничего не слышали о сфере инвестиций? Я так понимаю, работать в какой-то другой сфере? Вы же спросили, пробовал я или нет. А, не спрашивали, слышал или не слышал. А, ну вы, я так понимаю, слышали, но не пробовали. Правильно поняли. А почему не пробовали? Ну, потому что не было необходимости. А, сейчас она появилась, раз решили попробовать. Правильно понимаю? Правильно понимаете. Ага. Хорошо. Скажите, а чем вообще занимаетесь? С кем работаете? Инженер. Инженер? Да. Ну, работа довольно-таки интересная. А что интересно в вашей работе? Самое интересное? Сложность. Сложность? Вы любите, когда сложные. Вы, так скажем, сильнее этих сложностей. Правильно? Нет, неправильно. Вы, нет, вы не так. Вы говорите, что самое интересное, а не то, что я люблю. Я отвечаю именно на те вопросы, которые вы задаете. А вы почему-то из моих ответов делаете выводы совершенно не те. Как-то это странно обещано звучит. Хорошо. Я буду вам конкретно задавать вопрос, вы мне на него отвечаете. Хорошо? Конечно. Но, в свою очередь, я тоже хотел бы, чтобы вы так же поступили. Если я буду спрашивать, вы тоже будете отвечать. И не спрашивать, что это мне даст и зачем мне это знать. А, так вы уже ранее, я так понимаю, общались с кем-то, да? Нет, ни с кем не общался. Ну, откуда знаете, что вас будут что-то спрашивать, зачем вам это и так далее? Ну, просто, когда люди не хотят отвечать на какие-то вопросы, они начинают переспрашивать, зачем мне это и что мне это даст. А, это у вас жизненного опыта, правильно? Да, 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 да. А, понял. Хорошо, Владимир. А сколько вам удается зарабатывать на вашей работе? 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей? Да. А что так мало? Ну, не знаю. Вот так. Поэтому и понадобились дополнительные доходы. Понял. Ну, я так понимаю, кредиты есть, раз зарплата небольшая. Нет кредитов. А вообще, когда-нибудь сталкивались? Нет. Понял. Хорошо. Скажите, на что вообще конкретно хотели бы зарабатывать? На повышение качества жизни. Понял. Хорошо. Тогда сейчас объясню вообще, как работает СФР. Я-то теперь могу задать свои вопросы? Ну, да. На ваши я вроде на все ответил, да? Да, да. Практически, практически. А, ну, если у вас еще остались, то можете задать. Ну, по ходу, я вам буду объяснять, как работает СФР, а буду задавать вопросы, понимаете ли, что конкретно непонятно и так далее. Это, так скажем, такие не совсем важные вопросы. А, ну, то есть, анкетные вопросы закончились, да? Да. Понятно. Так, как вы говорите, вас зовут-то еще раз, напомните мне, пожалуйста. Николай. Николай. Сколько вам лет, Николай? Да. Тридцать пять. Тридцать пять. Вы, наверное, учились где-то, да? По образованию вы кто? По образованию я кто? Вы будете каждый вопрос мы переспрашивать? Ну, это глупость, честно. Итак, что у вас написано в дипломе, если он у вас есть? Я могу вам скинуть фотографию. Это лишнее. Вы разве озвучить не можете? Ну, смотрите, старший специалист по брокерской деятельности. Прекрасно. Это вы в высшее учебное заведение заканчивали? Нет, в среднее. В среднее. Как оно называет? Московский университет юридического образования. Так и называют? Да. Ну, и вы говорите, что это среднее образование, да? Да. Ну, как-то у меня вызывает... Там, смотрите. Я не увижу, по телефону не увижу. Нет, Владимир, там есть высшее образование. А, есть среднее, да? Нет, там есть высшее. То есть, можно, в принципе, было бы доучиться до высшего, но я не захотел. Мне хватило среднего. А, ну, прекрасно. Ну, что ж, может быть, это... Я хотел пойти раньше работать. И зарабатывать. Да, еще какие есть вопросы. Ну, так еще раз скажите, как называется ваше учебное заведение? Я ведь вам сказал, чтобы не повторять. Да, да, ну, попробуйте повторить. Вы хотя бы сами-то вспомните, как вы его назвали. Нет, Владимир, вы... Что? Как-то глупо задаете вопрос. Если вы задали один раз вопрос, получил на него ответ. Зачем я должен два раза вам повторять? Объясните. Ну, потому что вы не сможете повторять. Вот, вот и все. Вы что, смею ставили, Владимир? Владимир, а давайте так. Вот сейчас с вами на... Честно, разговариваем. Ранее теряли деньги, скорее, инвестиции? Нет, не терял. Я же вам говорил... Я же... Я же вам говорил, что я этим... Я же вижу. А, вы уже видите по телефону? Прям в англе. Да, да. Ну, ясно. Я знаю... По лидератской системе вижу. Ну, конечно, конечно. По единому лицевому счету еще скажите, вы видите. Да, да, да. Ну, понятно. Владимир, видите, вам смешно. Ну, конечно. Ну, если вы сами себя послушали, вы тоже посмеялись. Что, так я каждый свой разговор слушаю. А, ну, прекрасно. А с чего смеяться? Ну, просто сдается мне, что у вас там некий скрип есть, и как только появляются вопросы, которые... Крип? Да, которые вам либо неудобные, либо там, на которых нет. У вас есть ответвление, как и в любой там программе, да, например, что переходим на то, что человека обидели, он где-то что-то терял. Если это не срабатывает, ну, вот, и на грубость мы не переходим, тогда вы начинаете намекать на то, что либо я там хорошо, либо плохо воспитан, кто-то там, мои папа, мама и прочее. Ну, мы сейчас до этого дойдем. С чего вы так взяли вообще? Ну, как с чего? Ну, я так предполагаю. Я же могу предполагать? Нет, я предполагаю то, что вы просто уже много раз общались с какими-то мошенниками и так далее. Ну, либо же с нормальными компаниями. Ну, я предполагаю, что вы вот давно уже интересуетесь этой сферой. Один раз потеряли деньги, потом все еще интересуетесь. Ну, то есть вы все-таки настаиваете, да? На своей версии вы все-таки настаиваете. Нет, нет, это я предполагаю, я предполагаю, как вы говорите. Ну, хорошо, хорошо. Ну, я спешу вас уверить, что предположение ваше неверное. Ну, давайте о деле. Давайте о деле. Да, я допускаю, почему нет. Давайте о деле. Как называется ваша компания? Сбербанк инвестиций. Прекрасно. Где она расположена? В Питере. Это город, адрес. Московское шоссе 12. Вы прям уверены, да? Ну, да. Ну, просто нет в Питере московского шоссе. Вот в чем беда. А вы что, Питер весь наизусть знаете? Не наизусть, просто в Питере есть московский проспект. Тогда вы ошибаетесь. А московского шоссе там нет. Есть. Московский проспект есть, а московского шоссе нет. Ну, вы потом посмотрите, влаги откройте и посмотрите. Ну, да ладно. Я вам говорю, что есть. Ну, все, значит, есть, если вы говорите. Ну, как я могу вам не верить? Вот. Так. Ну, и как происходит зарабатывание... Следующий вопрос ждем. А, это вы там колотите по клавишам, нет? Это барабанная дробь. Мы ждем всех ваших вопросов. Та-да-да-да-да-да-да-да. Ну, хорошо. Да-да-да. Следующий вопрос. Как происходит зарабатывание денежных средств? Вы знаете, что такое фондовый рынок? Нет, не знаю. Что такое биржа, знаете? Биржа? Ну, это тоже самый базар, только на котором торгуют не помидорами. Платформа, знаете, что такое? Нет. Ну, если только вы не имеете в виду железнодорожную платформу. Нет. Вот. Смотрите. Мы торгуем конфеты на биржах. Вы вот смотрите, смотрите. Ну, как по телефону я увижу-то? Ну, что же это за плохо поразит? Смотрите. Ну, давайте, показывайте. Куда смотреть? Пожем по видеочату созвониться. Будем вам показывать, куда смотреть. Ну, это следующий этап, да? Потом мне же еще скайп надо будет, наверное, установить, да? Скайп для чего? Ну, для демонстрации экрана. Ватсап. А зачем вам экран, если вы хотите увидеть, что я буду показывать? А, ну да, ну, ладно. Нет, так нет, хорошо. Как-то вы немножко глупо мыслите. Ну, бывает. Но ничего. Возраст там придет. Надеюсь. Надеюсь. Хорошо, какие еще есть вопросы, потому что времени так очень много у нас? А, ну тогда да, продолжаю. Вы сами откуда родом? Я с Москвы. С Москвы? Ну, понятно. А что смешного? Ну, потому что... Ну, не говорят с Москвы. Говорят из Москвы. Такой же москвичка. Вы придираетесь? Да почему придираетесь? Для вас русский язык не родной, что ли? Почему? Ну, я спрашиваю. Он родной для вас? Родной. Ну, прекрасно. Тогда... Просто вы, наверное, некоторые занятия прогуливали. Ну, это, в общем, не принципиально. Так я в школе плохо учился. Ну, зря. Ну, вы знаете, что в школе учат. Ну, совсем не то, что нам нужно. А в каком году вы школу закончили? В 98-м. Понятно. И сразу же поступили... Куда вы говорили? В университет? Не, вы что? Какой университет? Вы что, забыли? Ну, так вы же его назвали университетом. А я шучу. Вот это да. Я просто проверял вас. Ну, вы не понимаете, да, что такое сарказм? К сожалению. Ну, понимаете, когда незнакомые люди, люди общаются друг с другом, то вроде как шутки, тем более на серьезные темы. То есть шутки, наверное, здесь не очень уместны. Ну, с другой стороны, почему бы нет? Ну, смотрите, вы же хотите просто пообщаться. Опять смотреть? А по итогу, чем вы придираетесь к словам? Ну, так вы говорите правильно, я не буду придираться. Ну, что, разве это сложно? Хорошо, слушайте. Готов. Молодец. Слушай, смотрите. Опять смотри. А я проверял вас на длительность. Слушайте. Ага. Вы ведь в конечном итоге просто скажете спасибо за информацию, я вам перезвоню. Правильно? Не знаю, мы же еще до итога не дошли. Как это не знаю? То есть, в принципе, подразумеваете, да, что такое будет? Я не подразумеваю, об этом вы говорите. До итога нам еще далеко. С какими компаниями вы уже общались? Ни с какими. Ни с какими? Да. Зачем вы врете? Ну, потому что со Сбероинвестициями точно не общался. Так я говорю, со сколькими? Ну, я же говорю, не со сколькими. Если вам так понятно. Зачем врете? Так вы же тоже это делаете. Зачем врете? Ну, вы же тоже это делаете. Где я вру? Ну, где? Ну, вы в Москве-то давно были вообще? И вообще были там хоть раз? Не, никогда не было. Так вы же сказали, что вы оттуда. Вы опять сарказм не понимаете. А, то есть, если я... Очень жаль. Если я так говорю, то это я вру, да? А если вы врете, то это сарказм. Так что ли? Нет. Нет, так дело в том, что вы действительно врете. У вас прям детектор лжи там прям, да, встроенный. Ну, да. Ну, прекрасно. Через ухо. Ну, рассказывайте. Рассказывайте, как будем зарабатывать. Где открываем счет? А вы телефон в АЗУ-хо держите, скажите? Ну, да. Ну, вот. У нас встроен, так скажем, такой чип, который передается. И рассчитывает ваш пульс через ухо. Температуру тела. И мы видим, когда вы врете, когда говорите правду. Мне просто интересно, что вы там такое принимаете, что такие фантазии у вас? С чем здесь фантазии? Ну, вот именно. А что можно принимать, кстати? Ну, не знаю. По-разному люди расширяют сознание. Чтобы она такие вещи выдавала, какие вы сейчас выдаёте. А, ага. Вот, передаю менеджера главного. Виталий. Виталий. Написали? Ну, он... Да. У вас как? Владимир Костанкин? Правильно? Да. Ага. Хорошо, что вам было непонятно, с чем проблема, почему вы до сих пор не работаете с нашей компанией? Я хотел узнать, как происходит зарабатывание денег, а об этом мы почему-то так и не смогли поговорить. С Николаем, правильно? Ну, с предыдущим товарищем. Если его зовут Николай, значит с ним. Ага, ну, без проблем. Хорошо. Что конкретно вас интересует, в каком плане? Я просто не знаю, что он говорил вам. Ну, давайте тогда... Вы обсуждали с ним вопросы? Биржа, что такое, правильно? Нет, не обсуждали. Он просто спросил, знаю ли я, что такое биржа. Я ответил, что нет. Ага. Ага. Хорошо. Я вам объясню буквально в двух словах. Это такая вот платформа, на которой вы покупаете и продаете разные активы. Акции, товарно-сырьевой рынок, то есть это уголь, золото, нефть. На всем этом можно очень хорошо заработать. Я думаю, вам известно, что в нашей стране сейчас на некоторые компании наложены санкции. Соответственно, мы не торгуем с недружественными странами. Сейчас можно хорошо заработать, если купить фьючерсы на газ в России, продать их где-нибудь за рубежом. В Франции, Латвии или Эстонии. Соответственно, на этом поймем разницу в цене. Я просто не очень... Мой интерес в том, что я имею в виду, что это разница. Я новичок, поэтому слово фьючерс для меня, например, это ни о чем не говорит. Что это такое? Это бумага на покупку по данной цене. То есть вы не покупаете сам товар, а покупаете бумагу, которая дает вам право купить назначенное количество товаров фьючерса по назначенной цене в данный момент времени. То есть вы купили право на покупку, по идее. Купил право на покупку. Может продать ее где-нибудь за рубежом? Купил право на покупку. Но это пока сложно для меня. Я хотел бы приобрести не какие-то, как вы их называете, фьючерсы. А меня интересуют именно акции и акции именно российских компаний. Повторите еще раз, что вам более интересного. Меня интересуют акции каких компаний? Российских. Акции российских компаний. Да. Хорошо. Алроса. Газпром не буду предлагать. Сбербанк тоже. А почему? Лукой сейчас очень хорошо зарабатывает. Потому что некоторые сектора рынка сейчас идут в убыток, понимаете? Так может быть... Рубля идет вниз. Так может быть в этом и есть смысл. Они же будут падать, падать. Но потом-то они вырастут. И может быть на этапе падения выгоднее их покупать. Я не знаю этого. Я просто предполагаю. Я вижу, как вы этого не знаете. Вы просто предполагаете. Мы довольно-таки скептические у вас настроенные суждения, честно говоря. В принципе, если вы имели опыт в данной сфере деятельности, торговали с синьков инвестициями, в самом банковском приложении, либо же с Сбербанком, имеете какие-то валютные счета, в принципе, ничего нового выйдет здесь, когда не увидится. В спекулятивной торговле самый простой способ заработать денег, понимаете? Я понимаю, да. Но только я не имею опыта никакого ни в торговле, ни в приобретении акций. Тогда нужно разобраться с вопросом цели образования. Вы сюда пришли конкретно заработать денег. Да. Либо просто приобрести некоторые активы, понимаете, дабы ваши деньги находились не только в рубле, но еще и в других ценных бумагах. А заработать денег и сохранить их, мне кажется, это тождественная задача. Ну, один вопрос идет, когда деньги идут на приумножение, да, здесь там есть инвестиции, понимаете? Это приумножение капитала вашего. За счет спекулятивной торговли вы это сделаете гораздо быстрее. У нас есть на тот период, чтобы в этом убедились. Если вам интересно грамотное вложение средств, пожалуйста, можем с вами купить несколько акций в долгосрочных компании, сложить с вами ваш инвестиционный портфель, будете заходить, смотреть, продавать, покупать самостоятельно. Я вас обеспечу просто выходом на биржу и, соответственно, определенными условиями, такими как страховка, финансовый эксперт и благоприятный сервис. А вы позволите мне задать вам несколько вопросов? Без проблем. Как называется ваша компания, которую вы представляете? Наша компания называется «Центр инвестиций». Один ее подразделение – это «Сбербанк Ви». Мы работаем с банком «Сбербанк». Соответственно, с ними зарабатываем, делаем оборот. Это российская компания? Здесь все построено на «Центр инвестиций». УК «Центр инвестиций». Конечно, это российская компания. Ой, я не слышу. Что-что? Все построено, она взаимовыгоден. УК «Центр инвестиций». УК – первый букс «Косеи». Центр инвестиций. Меня нормально слышно или у вас на связи что-то? Ну, возможно, но слышно вас нормально. Ну, вот я некоторые слова не очень разобираю. Итак, компания называется «Центр инвестиций». Правильно? УК «Центр инвестиций». Правильно. УК – первые буквы «Косеи». Да, да, правильно, правильно. УК «Центр инвестиций». Компания отдельная ее. Проект «Сбербанк Квиз». Мы работаем с «Сбербанком». Подождите, подождите. Делаем оборот. Трест открываем инвестиционные счета через их. Я все так и не смог записать. Первые две буквы «Ульяна Константин» или «Кокеи»? Алло. Все? Забили в интернет? Посмотрели? Да я еще раз говорю. Первые две буквы «Кокеи». «Ульяна Константин» или «Кокеи»? «Ульяна Константин». Верно. «Ульяна Константин». Так. УК «Украина». Что значит такое это «УКаи»? Оно как-то расшифровывается? Да, сейчас на сайт зайдете и увидите. А где вы расположены? В Санкт-Петербурге. Ну, это город. А адрес какой? Алло. Да, да. Алло. Я говорю, а адрес какой? Чей? Мой домашний адрес? Нет, ну естественно нет. Измаиловский переулок знаете где? Вы адрес назовите, а потом мы узнаем где это. Господи, Измаиловский переулок, дом 4. Измаиловский переулок, дом 4, да? Да, да, да. Угу. Вы видели, что «УКа» называет? Что это означает? Нет, не видел. Я просто когда по телефону разговаривал. Нет, я сейчас на сайт. Мне будет легче вам сейчас на громкую связь поставить. Зайдете, сами все посмотрите. Просто, понимаете, сейчас это не касается конкретной темы разговора. Я так понимаю, немножко сомневаетесь, из-за этого сейчас хотите узнать, что мы, где мы, куда мы, правильно? Но это же естественное желание. Ну, конечно, конечно. Я поэтому и спрашивал, имели бы ранее, может быть, опыт где-то, регистрацию оставляли, потому что сейчас вот много всяких дилинговых центров, компаний. Какой компанией раньше интересовались? Никакой. А чем вы сейчас занимаетесь там? Просто с вами разговариваете, вы тут ближе к телефону отойдете, тут подальше от телефона. Да нет, вроде все в том же, в статичном положении. Я понял. А кем работаете? Инженером. Инженером-технологом? Нет. Да, конечно. Алло. Алло, алло. Вы опять от телефона отошли? Да, да, да. Я спрашиваю, кем вы работаете? Конкретно инженером чего? А, авиационным инженером. Ага, ну очень интересно. Конкретно что входит в ваши обязанности? Обслуживание самолетов. Отлично. У меня первое образование, это младший специалист по ремонту авиатехники в Славянском авиационном училище. В каком? Вот, нау, есть такое учреждение. В каком авиационном? Авиационное училище. В Славянском авиационном училище. В Славянском? В Тату называлось это. Да, да, да. А это где это? Да. Такой город? Вот, я там тоже проходил определенную практику, проходил. Вот, тоже знаю там, в принципе, где там что. Хорошо. В принципе, я так полагаю, неплохо зарабатываете в среднем, да? Это какой город-то, где это училище расположено? А это не судьба за сейчас. Зачем вам город, в котором я учился? Ну, для того, чтобы узнать, правду вы говорите или нет. А вы подозреваете меня в том, что я вам сейчас вру? Ну, есть немного. А какой смысл мне врать, где я учился? Понятия не имею. Ну, вот я тоже понятия не имею, почему вы так думаете. Все с вами не так? Почему такой недоверчивый? Я не недоверчивый. Я осторожный. Осторожный в каком плане? Во всех. В чем заключается ваша осторожность? Ну, во всех планах. Ну, вы понимаете, что сейчас она немножко переходит за рамки абсурда? Ну, вы сейчас спросили, в чем я сейчас одет? Ну, это... Попросили меня скинуть вам фотографию. Это лично. Чтобы убедиться о том, что я вам не вру. Нет, это лично. Ну, я так считаю, что лично это проверять, понимаете, учебное заведение, в котором я учился 15 лет назад. Ну, это не лишнее. Мы с вами сейчас обсуждаем вопрос, условия нашей компании и вообще вас в целом. То, чем вы будете заниматься и зачем вам это нужно, понимаете? Да, понимаю. А вы с вами такие вещи? Где счет открываться будет? Счет будет открываться? Ну, мы сейчас не за счет к вам не говорим. Если вам прямо сейчас вот вы готовы это сделать, пожалуйста. Так, ясно. Я так понял, русский язык там у вас... Мам ответить на этот вопрос? Русский язык нет, конечно. Понятно. Понятно. Ну, это незаметно. А? Что? Вы в Москве много русских видели? В Москве много русских видели. Так вы в Москве, что ли, находитесь? Да. Вы сейчас в Москве, да? Ну, да. Хотите, в офис там приезжайте. Личные встречи вам. Вы же вроде сказали, что у вас в офис в Санкт-Петербурге находится. Ну, компания УК Центрной инвестиции, управляющая компания, находится в Санкт-Петербурге самом. По адресу какому? Главный офис. Главный офис. Измаиловский переулок, дом 4. Я вам еще раз об этом сообщаю. А в Москве? Я нахожусь в Москве. Ага, там где? Я нахожусь в Москве. Я менеджер по работе с клиентами. Понимаете? Сама компания находится в другом месте. Ну, где вы находитесь в Москве? А вы где находитесь? Я тоже в Московской области. Ой, как замечательно. Слушайте, а далеко у нас в Москву ехать? 40 километров. 40 километров? Так это не так уж и много. А в каком районе, с какой стороны живете? Домодедово. Домодедово? Да. Там довольно-таки неплохо. Так я не жалую. Я туда, в принципе, так недалеко ехать. Хотите, вот, личную встречу с вами устроим? Хочу. Не как бы, ну, по телефону, знаете, вам висят, честно говоря, не вижу смысла. С вами это очень тяжело. Вот, можно было, в принципе, встретиться. Вы скажите, вы в Москве... В Москве, рестораны, как бы, предпочитаете. В Москве какой адрес у вас? В Москве адрес вашего офиса какой? В Москве адрес какой? Да какой смысл сейчас умеет вам это говорить? Я не хочу, чтобы вы ко мне сейчас в офис приехали. Вы мне с коллегой будут смеяться. Клиенты прямо в офис там приезжают. Я не собираюсь к вам приезжать в офис. Просто... А зачем? Ну, как зачем? Адрес тогда вам. Для того, чтобы посмотреть на карте, где и что там расположено. Красиво тут у нас хотите проверить? Я спрашиваю... Можно, не придется стоять. Сказайте, где это? Я спрашиваю адрес... Достоять, на метро. Неужели так трудно ответить? Мне? Да нет, мне пристанет трудно, понимаете. Ну, какой в этом смысл? Я, честно говоря, вас не понимаю абсолютно вообще. Говорите, на карте хочу вам посмотреть. Откройте, пожалуйста, я не знаю, там, книжку какую-то почитайте. Вам это больше пользы принесет, чем адрес моей компании, адрес учреждения, в котором находится главный офис моей компании. Потом город, в котором я проходил, понимаете, обучение 15 лет назад. Вы какой-то, знаете, ну, реально странный клиент. Попадая, понимаете, почему Николай передал мне вам трубку. Вы же сами... Мы с вас смеемся, понимаете? Ну, вы же сами упомянули о том, что вы учились в авиационном училище. Поэтому я их заинтересовал. Так я вас не спрашивал, где вы образование проходили. Вы лучше поинтересовались тем, где вы заработаете, понимаете? Итак, адрес-то вашего офиса в Москве какой? А вы мне свой домашний адрес скажите, я на карте посмотрю, где вы живете. Готов. Пишите. Пишу. Город Домодедово, улица Советская, дом 7. Ну, квартиру говорить не буду. Домодедово. Улица Советская? Да, дом 7. Стереотипное доказательство, улица Советская. Хорошо, а именно конкретно вот где? Сейчас вот смотрю, вот дом 7. Да, пятиэтажное здание кирпичное, да. Не Москва, а Домодедово. А то в Москве будете еще смотреть. Какого она цвета у вас? Кирпичное? Да, да, кирпичное, пятиэтажное, хрущевка, да, да, да. Ну, так где теперь, теперь-то вы можете сказать, где ваш офис-то находится, адрес офиса? А на каком этаже живете? На третьем. На третьем этаже? А у вас балкон есть? Есть. На какой из? Я просто старые фотографии смотрю, какие-то зелененькие. Еще раз говорю, я же квартиру вам называть не буду, назовите адрес вашего офиса. Адрес офиса моего? Так вы мне квартиру свою скажите. Это-то зачем? Я не знаю, зачем он, адрес нашего офиса, честно говоря. Ну, вот я же назвал свой домашний адрес. Вы открыли, посмотрели. Теперь вы назовите адрес вашего... Так я не знаю, зачем я это сделал. Может быть, нет. Просто, понимаете, мне стало интересно, зачем это вам? Я думал, может быть, какое-то удовлетворение от этого получил. Ну, какое-то странное у вас девиантное поведение. Ну, так адрес офиса-то какой? Ладно, ладно, все. Хватит мне колоться. Улица Поварская, дом 3. 14-й этаж. Да? Записали? Да. Поварская, дом 3. 14-й этаж. Хорошо. Приезжайте к нам офис, я к вам гости сегодня приеду. Ну, милости просим. Давно в Кручевке, как я на говрине не был. Так квартира какая у вас? А во двор заедете, побибикаете, и я в этом. 40 километров пусть работает, а поздно будет, где-то после 8-ми вечера. Ну, если бы точнее не 40, а 42 километра, ну, я думаю, вы справитесь, преодолеете эту дистанцию. Хорошо, замечательно. Так, придем к вам... Господи. Ладно, я дам Николая. Николай, это он... Не, Николай точно не... Расскажи, где ты живешь. Николай точно... Я пошел, у меня... Подождите. Николай точно не вывозит. Давай, идите. Алло. Алло. Да. Да. Алло. Алло, алло. Ну что, как вам общение? Да прекрасно. Ну, прекрасно. Прекрасно. Да. К сути, будем переходить? Конечно. Николай, скажите, где вы находитесь, адрес вашего офиса какой? А вы хотите приехать? Нет, не хочу приехать. Ну, а для чего вам? Ну, чтобы посмотреть на карте, где вы находитесь. Вы серьезно? То есть вы хотите просто посмотреть на карте, где мы находимся, а что вам это даст? Помните, я в начале вашего разговора говорил, только не спрашивайте, а что мне это даст? А вы это все-таки начинаете спрашивать. Эх вы, Николай, Николай. Мы же договаривались. Ну что? Ну что? Ну что вы? Неужели трудно адрес назвать? Краснопресненская набережная. Краснопресненская набережная. Дальше. Записали? Да. 17. 17? Да. Понятно. Там проезд метро. Недалеко. Да? Какая станция там недалеко? Что-что? Ну, вы говорите, там метро недалеко. Какая станция там недалеко? Да, международная. А адрес, как вы сказали, это еще раз? Краснопресненская набережная. Ну, понятно, понятно. То есть вы даже не знаете, как называется эта улица. Ё-моё, ну как вы там работаете, а? Я приезжаю сюда исключительно на работу. Ну да, да, да. Мне не интересуют адреса и так далее. Для чего это значит? Ну, просто вы даже неправильно называете эту улицу. Вот в чем беда. Вы там сроду... А для чего мне это знаете? Ну, как для чего? Я приезжаю сюда для того, чтобы заработать денег, а не для того, чтобы интересоваться, как называется эта улица. Сколько здесь бомжей живет. На Краснопресненской набережной бомжей? Да там их сроду не видели. Ну да. Понимаете, Николаевич? Вы там не были, потому что вас туда банально не пустят. А, ну естественно. А набережная, это там вода какая? То есть, если это набережная, значит там вода какая-то. Что там течет? Речка, озеро, залив, море, что там? Приедите, посмотрите. Ну меня же не пустят. Или вам может еще температуру воды сказать? Ну, если бы потребовалось, конечно, можно было. Но это не требуется. Просто, Николай, понимаете, в чем беда? То, что вы с Виталием назвали три разных адреса. А находитесь вы в одном месте. Ну, вы даже вот здесь, вы и то палитесь. Ну, как так вы, елки-палки. Ну, в мелочах-то. Ну, уже давно научиться было пора. Ну, какую-нибудь легенду хоть придумали. А вы, подождите, подождите. Стоп, стоп, Владимир, стоп. А вы не задумывались о том, что мы можем быть на разных адресах? Но есть такой момент, что мы можем передавать трубку по сети. Конечно, можете. Конечно. Скажите еще через спутниковый интернет. Нет. У нас нету такого. Что такое спутниковый интернет? Ну, да. Нет у вас такого. Откуда у вас? На Краснопресненской набережной. Где даже не знаете, какая вода. Владимир. Что? В Москве, видите, знаете где? Знаю. Были хоть раз? И не раз. И не раз? И что вы там делали? Ну, так, чисто ходил, глаза продавал, ходил, бошку задирал, подбирал челюсть отпавшую. От того, что люди прекрасно живут, да? Нет, там люди прекрасно не живут. Жить там невозможно. Ну, потому что вы так не живете, поэтому вы так и считаете. А это просто зависть, понимаете? Да, да, конечно, понимаю. Ну, по факту говорю. Ну, да, ну, да. Так и есть. Аргументируйте то, что там жить нельзя. Почему там жить нельзя? Вы видели какие там квартиры? Вы видели цены на эти квартиры? У вас просто банально нет денег, вот и все. Поэтому говорите, что там невозможно жить. Ну, да. Ну, если у вас другое мнение, ну, на здоровье. Вы же там тоже не живете. Так а как? Ну, тогда хорошо, аргументируйте. Я там жил. Аргументируйте. Я там жил. Мед пиво пил, да? По лусам текло, да, в рот не попал. Да я не пил. Да, Николай, беда, конечно, беда. Так а почему вы не отвечаете? Аргументируйте то, что там нельзя жить. Ну, потому что это высокая плотность населения на единицу квадратную. Там беда с парковками, беда с загазованностью, беда с экологией. Ну, если у вас деньги есть, то у вас никого беды не будет. А, вы... Вы... Какой-то одноканальный, Николай. Ну, что же вы слышите только то, что хотите? Получается. Получается, так. А вы где учились? Я? В ВУЗе. Где? В авиационном институте. На кого? О-о-о-о... Ну, правда, беда. Вы же меня уже спрашивали, я же вам отвечал. Ну, что ж такое-то? Вы же спрашивали, кем я работаю. Или забыли уже? Так, а полностью мне... Дайте развернутый ответ. Развернутый ответ? На какой вопрос? Ну, да. На то, на кого вы учились. Ну, понимаете, в вашем вопросе сокрыта такая мудрость и соль земли русской, что просто развернутый ответ на него дать невозможно. Вы его сначала хотя бы сформулируйте. Правильно. Ага. Так я вас спросил, на кого вы конкретно учились? На авиационного инженера я учился конкретно. На какого? Авиационного. Авиационного, да? Да. Ага. И как, получается? Что именно получается? Работать по профессии. Ну, мы что, по второму кругу пойдем? Да, получается. Понятно. Понятно. Что еще вы мне расскажете, Владимир? Ну, что спросите, то я расскажу. Просто я, когда почему-то спрашиваю, вы не отвечаете. А у вас дети есть? Дети есть у вас? Нет. Дети у вас есть? Нет. Детей нет, жены нет, если вас это интересует. А, детей, жены нет. А почему вам 30 лет уже? Ну... Ни разу не влюблялись, или что? Или что, вот второе. Или вы некрасивый? Или вы некрасивый? Ну, куда уж до таких красавцев, как Николай Абрамов да Виталий. Ну, нам там еще красится да красится. А вы, у вас-то муж-то есть? Кто? У вас-то муж есть? Муж? Да, да. Вы о чем? Да, о том же, о чем. То есть, послушайте, вы вот как минимум неадекватны. А как максимум что? У мужчины, то есть, вы считаете, что у мужчины должен быть мужчина? Я не считаю, я просто думаю, что у такого Николая, как вы, наверняка точно он есть. Ну, или был. Да, да. Да, да, да. Я в шоке, если честно. Ну, ничего, выходите из него. В полном шоке. Выходите из него. Ну, поэтому у вас и нету жены и детей. Ну, да, наверное. Потому что вы неадекватный. И не умеете банально общаться с людьми. А зачем с людьми общаться банально? Лучше жене банально общаться. Так вы даже банально не умеете общаться. Какое вам просто общаться? Ну, да, ну, да. Куда вам просто общаться? Ну, давайте, ладно, рассказывайте. Как будем зарабатывать? Кому рассказывать? Как зарабатывать нам? Так подождите, кому рассказывать? Неадекватные? Нужны? Ой, Николай, Николай. Чем будете заниматься? Пятница, вечер, кружева. Будут у вас какие-нибудь? Как вы развлекаетесь там? Конечно, там будут. Из своего подвальчика-то хоть выходит? Конечно, там будут. Какого подвальчика? Ну, из офиса на Краснопреснянской. А чего вы решили, что мы в подвальчике? Ну, ладно, на этаже. Какой там он? 17-й, 14-й? Какой этаж? Я же вам говорил. Вы нет, вы не говорили. Вы только адреска. А, вы внимательный? Естественно. Почти. Почти внимательный. Ну да. Ну так что, как развлекаться-то будете? Когда у вас работа закончится? Ну, это уже не должно вас интересовать, в принципе. Ну, я и говорю, вы там у своего попроса. Хотя бы нахожусь. Да, я буду получше, чем вы развлекаться. Это 100%. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Владимир, а вы будете сидеть дальше, оставлять регистрации в компаниях. Ну, конечно, буду. Конечно, буду. И буду троллить таких вот, как Фуидиатлов. Вы в первую очередь себя троллить. А потом на ютубе выкладывать. Сейчас много таких каналов. Люди слушают потом и думают, как же так вообще? Неужели находится кто-то, кто вам деньги заносит еще? Мне просто интересно. Неужели такие люди... А чего вы решили, что вам деньги заносит? Подождите. Да ничего не решил. Я вот деньги просил. О, во, во. Нет, вы не просили. Нет, вы не просили. Я не буду врать. Вы не просили. Просто до этого не дошло еще. Потому что вы толком не можете сказать, нигде вы находитесь, ни ваш адрес, нигде вы учились, нисколько вам лет. Да и даже имя-то у вас, наверное, тоже выдуманное. А уж про то, откуда вы родом. Такого вас заинтересовать не должно, понимаете? Конечно, не должно. Так вот вы на будущее хотя бы... Вы сюда пришли не узнать мою информацию. Подождите. Да что вы думаете? Вы сюда пришли для того, чтобы деньги зарабатывали. Ну, неужели... Я вам банально должен дать базу, понимаете? Банально. У вас то элементарно, то банально. Не учили вас, что нельзя перебивать? Нет, не учили. Когда человек несет ересь. Зачем ее слушать, эту ересь? Жаль. Жаль. А еще вы взяли, что это ересь. Ну, потому что... Я же еще раз говорю. То есть вы хотя бы, когда начинаете работать с людьми, а вы же с людьми работаете... Субтитры сделал DimaTorzok